Кровавый режим изуверски отравил отважного блогера с бабским торсом. Скорб в рядах людей с прекрасными лицами по всему миру безмерно. Был применен настолько боевой, избирательный и пролонгирующий яд, что европейская общественность успела заглянуть в чрево мученика, узрев там изрядное число неожиданностей. И чудо, воздух демократии в цивилизованных творит чудеса, зловонные чары боевого отравляющего вещества, способного гарантированно убить множество людей, развеяны. Ребятки, ежели нужно реально кого-то убрать, то человек умрет от естественных причин или обстоятельств. И никто не найдет никогда следов. А душегубить полезного идиота, мелкого жулика, Лешу Навального у власти нет никакой надобности. Но она может быть у реальных хозяев Ходорковского, беглого жулика покрупнее. Первое, им нужен отвлекающий инфоповод от белорусских и украинских провалов, и сакрального барашка можно принести на алтарь всемирной демократии. Второе, сам клоун Леша изобразил несчастный случай, с возможностью потом выехать на лечение на Запад. Ибо тут ему реальный срок маячит. А после его слов, в адрес Усманова участь Леша в местах не столь отдаленных была очевидной даже ему, кукольному влогу. То, что либерасты легко идут на симуляции, факт известный. Вон, Давичев, моральный урод Ефремов убедительно ножку волочил, несуществующий инсульт изображая. В России путем неестественного отбора шустро вылился в вид борца за светлое будущее с темным настоящим истой либерал. Он же усердный и назойливый проповедник западных ценностей. Он же страстный любитель парадов в перьях. Он же, считающий Россию излишне крупной землицей, кою надобно слегка раздробить. У Глиф, щедушен, рыхлопок, но в толпе криклив и понарошку буен. Наиболее пулькие представители этого вида сформировали костяк российской несистемной оппозиции, которая в своей запальчивости выдвигает тезисы из письма в спортплату. Да и Запад выказывает стойкое усердие с мифами про злую и коварную Россию, отыграв феерическую чепуху с якобы отравлением скрипалей, с аргументом на уродникам лани племен куземных. У нас есть доказательства, но они секретны. Цель понятна, бесконечное формирование информационных поводов для экономического и политического давления на Россию путем санкций. Утретесь, ребятки, Россия живет под санкциями уже не одно столетие, и периодически выписывает люлей туристам, которые от словесных наскоков переходят к военным экспансиям. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok